Друзья, всем привет! Новый выпуск на канале. И сегодня у меня в гостях Алексей Андрюнин, основатель хедж-фонда Godbit. И сегодня мы поговорим с вами про крипту, но не про сигналы, приватные каналы и прочую скамину, а поговорим про крипту как про большой серьезный бизнес. Когда биткоин будет стоить 100 тысяч долларов? Сейчас на этот портфей прибыль 15ксов. У тебя будет ламборгини, красивая девушка, красивая жена. Пингвин. Стоит 100 миллионов. Деньги в легкости, вот. 500 тысяч долларов заработали на этой монете. Далеко не для всех. Меня ликвиднуло на фьючах, я пойду занесу вот сюда в IDO. Должна быть определенная живость ума. Тут я приткал, ладно, тогда NFT куплю. Ну и шила в жопу. Что это за хрень, задолбала? Как придумать бизнес? Ты на этой траектории даже не встанешь, и даже не пытайтесь разобраться. Work-life balance давайте потом, через пару лет. Сколько людей сгорают и ломаются в первый год, потому что это какой-то п***ц. Можно за минуту заработать 10 тысяч долларов. Идите вы в жопу своими деньгами в легкости, так не бывает. Алексей, привет. Привет, Олег. Привет, друзья. Спасибо, что смотрите подкаст. Сегодня интересно поговорим про крипту и не только. Давай начнем с небольшого интро. Расскажи, что такое Godbit. Что вы делаете, на чем вы зарабатываете? Godbit в данный момент это самый крупный маркетмейкер на ТИР-2 монетах в крипте. В крипте есть разного уровня проекты. Есть ТИР-1, это биткоин, эфириум, солана. Они супермасштабные миллиардные компании, миллиардные токены. И есть проекты чуть-чуть поменьше, с капитализациями 100 миллионов, 50 миллионов. В этой нише Godbit это маркетмейкер номер один. Маркетмейкинг это про управление ценой на актив, это про предоставление ликвидности на актив. И это, конечно, про то, чтобы зарабатывать капитал, генерировать выручку для наших клиентов. Наши клиенты это, собственно, фаундеры проекта. То есть мы работаем непосредственно на фаундеров криптопроекта. То есть это не ритейл, не обычный инвестор, это B2B бизнес. Да, это чистая вода B2B бизнес. У нас нет и не может быть по лицензиям контрактов с ритейлом. Чтобы предоставлять услуги ритейлу в крипте, тебе нужна либо брокер лицензия, либо биржевая лицензия. Честно говоря, большой геморрой. Поэтому мы работаем исключительно B2B, исключительно с другими компаниями. И это основная бизнес-модель наша. Давай чуть издалека тогда начнем. Как ты сам попал в крипту? Чего все началось? Просто учился на Мехмате МГУ в 2017 году, когда все летело. Был ICO бум, первые все ICO запускались. Каждый день собирали десятки миллионов долларов. И я попал на работу в стартап, который делал свое ICO. Это было в Москве. И как-то вот оттуда начал расти, развиваться. Был стажером, потом вырос быстро. Ну, в стартапах все быстро растут вместе с компанией. И потом, собственно, стартап делал свой собственный токен, запускал. Им понадобился сервис маркетмейкинга. Но в 2017 году, как такового понимания и вообще индустрии, ниши маркетмейкинга еще не было устоявшейся. И вот мы с одногруппником из МГУ написали софт за ночь. Первую версию софта, который управлял базово ликвидностью, ценой токена, арбитражил между биржами. Она была очень простенькая. И ни на что не годится сейчас. Но тогда было крутое решение. Мы его сразу написали в платформном виде, с админкой, через которую можно отслеживать, что происходит с активом. И это дало нам такой некоторый задел для привлечения будущих клиентов. Ну, получается, ты продал этот алгоритм свой первый своему работодателю, как я понимаю? Работодатель, респект большой ему за то, что он его купил. Он не забрал его, не сказал, ты мой сотрудник, поэтому отдай бесплатно. А он действительно заплатил несколько тысяч долларов тогда за софт. Но это был хороший стартовый капитал. Как вы дальше находили первых клиентов? Окей, работодатель, понятно, он про тебя знает, понимает кто ты, что ты делаешь. Как вы нашли первых клиентов, которые начали на платной основе тоже покупать маркетмейкинг? То, что я сейчас рассказываю, 2017 год, оно совсем не работает в 2024. То есть это представить себе, что оказаться в 2000-х, запуская какой-нибудь Google, и сравнивать это с тем, как запускать Google сегодня. Это очень сложно повторить. То есть те рецепты, о которых мы сейчас поговорим, их практически невозможно повторить в 2024 году, потому что рынок превратился в красный океан, потому что очень сильно решает бренд. И сейчас практически невозможно зайти на этот рынок без капитала, как мы это сделали в 2017. Но тогда в 2017 череда случайностей, по большому счету. Попал на конференцию в Москве, познакомился там с маркетологом из Беларуси. Маркетологу рассказал, что мы делаем. Причем познакомился, просто сел рядом на соседние стулья буквально. Маркетолог сказал, в моей компании 5 клиентов есть, у кого токен, кому этот сервис может быть нужен. Привели этих клиентов по рефералке и дальше поехали, шаг за шагом. Ну смотри, 2017-2018 год, вообще это был пузырь ICO. Почему ты тогда поверил, что крипта это не фантики, не какой-то огромный скам и почему пошел этот рынок? Или ты не верил, просто это приносило бабки и было пофигу, окей, бабки печатаются, я могу работать? Я же не был инвестором с миллиардным или миллионным крипталом, который выбирал в недвижимость инвестировать или в крипту. У меня не было этого выбора. У меня был выбор пойти работать в Сбербанк разработчиком или аналитиком или делать свой бизнес. Вот у меня примерно такой выбор стоял. Для меня он был очевидный весьма, хотя риски были, мы работали в минус, были просадки, тяжело, особенно когда началась криптозима 18-19 года, было очень сложно. Но все равно заниматься своим чем-то намного интереснее для меня. И тогда было и сейчас остается, нежели работать на какие-то огромные корпорации. Окей, то есть бизнес получался, какой-то кэшфлоу был, это свое, детище и неважно в какой нише, тем более техническая ниша, наверное, тебе после Мехмата неинтересно было, к тому же это еще. Это было во время, во время Мехмата, а не после. Мы же начали прямо на первом курсе работать. После Мехмата так и не произошло в моей жизни, я так и не смог закончить Мехмат из-за того, что много работы получилось, уехать пришлось из России. Были первые клиенты, первые проекты, да, а когда ты наступил поворотный момент, и как ты понял, что в крипте есть большие деньги, и что ты можешь их забирать? Ну тут забирать, наверное, слово такое немножко неправильное. Скорее, я понял, что мы можем приносить много value клиентам в 2020 году. По большому счету, до 2020 года мы работали на СНГ рынке. У нас были чуть-чуть клиенты, я помню, были японцы, пару европейцев и так далее, но по большому счету это была сарафанка в СНГ. А в 2020 году мы вышли уже на весь мир, тогда сделали, я помню, телеграм-аккаунты, сайт нормальный, первый нарисовали. И был вот этот бум крипты, потому что Байден печатал деньги, раздавал американцам, американцы эти деньги заряжали в акции, и чуть-чуть доставалось крипте. Крипта росла, на большие иксы, на десятки иксов все улетало. И с другой стороны, наша команда сидела дома, то есть у нас была небольшая команда, но делать им было вообще нечего, они просто сидели дома. Потому что был ковид, ограничения, локдаун, все по домам. И вот это был крутой очень период роста, мы сильно масштабировались, кратно росли месяцы, квартал к кварталу кратно росли. А вот 20-й год, вы работаете в СНГ, и вдруг что-то поворачивается, и вы начинаете работать на весь мир, американцы, европейцы. Как вот первые вот эти международные продажи пошли, за счет чего ты их сделал? Ты сам прям писал в Твиттер, аутричал, то есть там наглость и фарт все перетрут условно. Либо что-то щелкнуло, и вас начнут узнавать за рубежом. Это, кстати, одно из таких кайфовых, нефинансовых удовольствий, которые я получал от бизнеса. Это когда, я помню, на кухне сидел в Измайлово и закрывал клиента из Лондона по Zoom, клиента из Японии по Zoom. В 19-м году это было, в 20-м году первые такие продажи. По сути, их я делал, потому что в бизнесе за продажи отвечал я, начиная от привлечения клиентов, заканчивая самим закрытием. Потом мы это масштабировали. Структура работала следующим образом. Есть сайты-агрегаторы всех монет. Сейчас все ими пользуются, CoinMarketCap, CoinGecko. Они были и тогда, и в 19-м, и в 20-м году. Там можно по-разному фильтровать эти монеты. Можно смотреть, например, недавно добавленные. Когда монеты добавляются туда, там есть ее Twitter, Telegram, сайт, контакты. Мы просто в холодную шарашили по этой контактной базе. Какой-то минимальной конверсии. Но был момент в 19-м году, когда у нас было ноль клиентов в какую-то неделю. Потому что все старые уже умерли, а новые еще не появились. И просто я сел и за две ночи нашел нам два клиента. То есть я решил, вот, либо сейчас находим клиентов, либо закрываемся. Две ночи посидел, подписал, нашел двух клиентов. Очень тупой, упорный труд. Но иногда нужно через это проходить в бизнесе. То есть хардкорные холодные продажи, аутричишь, поехали. Нужны сделки, берешь, делаешь сделки. Классика, в общем, да? Тогда так работало. Сейчас, я думаю, так не работает, если честно, в крипте. То есть сейчас настолько сильные бренды, настолько сильные маркетмейкеры, столько вкладывают в свой маркетинг. Очень сложно в этот рынок заходить. Я просто знаю компании, которые заходили и уже умерли. Умирают в течение шести месяцев после того, как заходят. А как сейчас выглядит компания? По ком-то из подкастов слышал, что у вас 160, либо больше человек уже? Ну, уже почти 200 человек работает. Кайф. Мы очень сильно растем. Именно за счет этого бума, который сейчас, особенно в мемтокенах, происходит. Так как совпало, что два последних самых хайповых мемтокена, которые залистили на Binance, это наши клиенты. Причем они наши клиенты с самого начала. Девиз нашей компании. От миллиона до миллиарда. Что имеется в виду, что мы возьмем проект на миллионе, маркеткап, и доведем до миллиарда. Маркеткап. Капитализация. Прикольно. Эти два мемкоина как раз-таки смогли полностью пройти этот путь с нами. На этом фоне, конечно, огромный интерес к работе с нами, потому что у нас понятно, что есть этот опыт. Никого мы никогда не обманываем. Это 100% ошибка выжившего, что у них получилось. Все остальные тоже хотят попробовать. Потому что, когда у тебя есть компания на рынке, у которой два кейса мемтокена, которые только на DEX торговались, если через несколько месяцев попали на Binance с огромными капитализациями, все понимают, что это не случайность. Это уже некоторая закономерность, которую Goodbit реализовывает. И Goodbit знает какой-то secret sauce. Очень много проектов хотят с вами работать. Мы отказываем многим. Активно нанимаем. И, честно скажу, мой абсолютно циничный интерес перейти на твой подкаст, в том числе это пропиарить работу в Goodbit, привлечь к нам классных звездных игроков. Миллион позиций открыты, и мы очень активно нанимаем. Крутяк, мы оставим на вашей чародел ссылочку в описании. Вообще нет проблем. Круто, когда в крутую компанию смогут прийти достойные люди. Я только за, всегда рад. Вы клиентам сейчас отказываете, потому что просто перегружено, либо всякий скам идет, который откровенно будет скамить людей. Скам, скам. На нас сейчас большая ответственность довольно лежит, на самом деле. Потому что мы анонсируем, когда мы начинаем работу с проектом. И мы знаем, сейчас ни для кого это не секрет, что многие люди принимают решение о покупке той или иной монеты, если она работает с Goodbit. Для нас это очень большая ответственность, потому что, с одной стороны, мы не можем не анонсировать, потому что тогда проекты отчасти хотят, чтобы мы проанонсировали, что мы работаем. С другой стороны, мы понимаем, что если не проведем достаточный research и diligence, то есть исследование проекта, и анонсируем чуваков, которые потом просто скамятся, то мы какие-то сотни, тысячи людей, которые купят по этой причине. Несмотря на то, что это их собственное решение, они потеряют деньги, и для нас это ответственность. Я думаю, мы процентом 60 отказываем сейчас. Потому что хотят сделать очередной хайпкоин, потом просто вывести всю ликвидность и сказать, спасибо, Goodbit раскачали токен, мы как бы купили яхты, пацаны, извините, новый шиба космос какой-нибудь не полетел. Тут еще такая проблема, что, как ни странно, чаще вот те фаундеры, которые так рассуждают, они-то как раз добиваются успеха. А вот те фаундеры, которые говорят, да мы деливерим продукт, да мы за идею, да мы за миссию, мы хотим сделать что-то, они фокапятся. Дидиджинс даже не столько на тему мотивации фаундеров, сколько нам важно, чтобы начало работы с Goodbit не стало моментом, когда фаундер хочет свои сумки вынуть из проекта. То есть мы всегда запрашиваем roadmap, мы запрашиваем, сколько еще он готов инвестировать в проект, то есть в проект есть некоторые treasury, инвестировать и времени, и ресурсов, и финансов, конечно. То есть готов ли он оплачивать листинги на биржах, есть ли roadmap технический, что за команда, какие продуктовые будут апдейты, какой план вообще маркетинга на 3 месяца хотя бы следующих, ну 3 месяца в крипте это окей. То есть для нас задача в том, чтобы проект продолжал развиваться, а не произошло так, что он просто нас нанял и сказал, «Пацаны, ну вынимайте нам 5 миллионов из рынка, давайте за месяц, вот ваша доля и до свидания». Стараемся таких кейсов избегать, конечно. Ну понятно, да, вы скорейте со своей экспертизой уже понимаете, у кого там фейковый roadmap и людей точно просто всех в стакане шваркнут. Слушай, давай тогда поговорим прям про маркетмейкинг, раз мы начали, а потом перейдем там к вопросам такого скиллов в бизнесе. Зачем нужен маркетмейкер? Как я понимаю биржу? Ну я на фьючерсах никогда не торговал, но вот в споте я покупал монетки, да, то есть что-то понимаю. Ну вот есть же ордера в стакане, кто-то продает, кто-то покупает. Ну все окей как бы. Вот залистили монету, кто-то хочет купить, кто-то хочет продать. Зачем маркетмейкер? Люди же продают, покупают, окей. Ни одна биржа не залистит монету без маркетмейкера. Это обязательное условие. Это не по желанию проекта, это там не опционально, а вот конкретика в каждом контракте с нормальной биржей, начиная там от MXC и выше. Gate, Kucoin, Bybit, OKEx, Hobby, Binance и так далее. В контракте прописано, старая срочка, кто ваш маркетмейкер, предоставьте UID, ну уникальный номер аккаунта маркетмейкера, сколько средств будет выделено, это обязательно. И у биржи есть требования к проекту, которые потом превращаются в требования к маркетмейкеру проекта. Это сколько держать спред. Спред – это разница между нижним ордером на продажу и верхним ордером на покупку, вот это расстояние. Чем оно меньше, тем более эффективный рынок получается, более ликвидный. Больше сделок происходит. Не больше сделок, просто ты, если вот ты зашел, хотел купить монету эфир, а купил монету ATB, например. Вот перепутал, просто тикеры купил. Вот если она ликвидная, то ты примерно по той же цене ее продашь без проблем. То есть ты купил по доллару и продал по доллару, ну там плюс-минус, 1% потерял. А вот если она не ликвидная, то ты купил по доллару, а продать можешь только по 50 центов, вот потому что там спред большой. Ты уже минус 50%. Вот это делает маркетмейкер, он делает ликвидным рынок. Очень важно понимать, что сейчас у каждой монеты, которая листится на бирже, уже есть маркетмейкер, и без этого просто не листит. Но даже если бы мы представили, что его нет, нужно понимать, как торгует, как правило, ритейл. Ритейл, как правило, торгует маркет-ордерами. То есть ты видишь какой-то ордер в стакане на продажу или на покупку, ты хочешь сделать противоположную сделку, например, хочешь купить. Ты берешь, просто нажимаешь на этот ордер и покупаешь его. Ну да, я так всегда делаю. Ну вот, если бы мы убрали маркетмейкера, что бы произошло? Сидело бы тысячу человек, таких как ты, и ждало бы ордера в стакане, и ждало бы, чтобы их забрать, либо купить, либо продать. И возникает вопрос, а кто поставит тогда эти ордера? Ну подожди, всегда же кто-то хочет купить, кто-то хочет продать. Если по маркету, то спред особо не важен, правильно? Не-не, смотри, еще раз. Если ты покупаешь по маркету, твой ордер в стакане не появляется. Ты забираешь ордер из тех, кто продает сразу. Ты бьешь как бы в их ликвидность. Ну вот и вопрос, если только такие люди, как ты, есть, которые только хотят забрать из стакана, кто поставит ордера в стакан тогда? И вот это как раз-таки делает маркетмейкер. Потому что если бы были только такие, как ты, которые хотят быстро сделать сделку, быстро купить, быстро продать, то стакан был бы пустой. То есть всегда есть дисбаланс. Либо нет тех, кто хочет купить, либо нет тех, кто хочет продать. По разным причинам, да? Потому что, например, никто не хочет какой-то шиткоин покупать. Тайминг тот же. Например, вот шиткоин какой-нибудь делает маркетинг на СНГ. Вот в тайминге СНГ будут покупатели. В тайминге Азии СНГ спит. Покупателей не будет. Ну и что, теперь стакан пустой должен остаться на покупку? Нет, задача маркетмейкера его держать. А за счет каких денег вы это делаете? Это фаундеры этого проекта дают деньги? Или дают токены, которые вы выставляете в стакан? Каким-то алгоритмом, ну, как бы, понятно, вашим. То есть как это работает? Вот ты говорил в некоторых подкастах, предоставить ликвидность. Это чьи деньги? Разные типы сделок бывают. И как раз-таки маркетмейкеры отличаются друг от друга, чьи деньги они используют, и как контракт их выглядит с фаундерами. В нашем сегменте тир-2 проектов. Тир-2 проекта — это проекты, которые не входят в топ-100 кой маркеткап. Тир-1 — это топ-100 кой маркеткап, а тир-2 — это топ-200-тире топ-2000. Вот такой огромный лист 2-3 тысячи проектов, примерно. И это проекты, которых нет на Binance Futures. Огромный пласт крипты. Это не скам, а то люди не поймут, что тир-2 подумают. Какой-то пиздец. Ну да, это не совсем низколиквидная топ-100 кой-то. Васян токен, да. Тир-2 рынки. Доминирующая модель в том, что фаундеры проекта предоставляют токены разного размера. Как правило, не очень большую ликвидность долларов, ну в USDT. И дальше задача маркетмейкера — расторговать токены, сгенерировать больше USDT и дальше уже балансить рынок проекта. То есть в нашей модели фаундеры предоставляют капитал, а мы в конце периода берем с этого капитала процент от доходности. Мы берем 2% от продаж токенов по рынку. Знаешь, так у меня был вопрос интересный, да. Фаундеры создали токен, залезли его на бирже. Ритейл, обычные люди, покупают этот токен за USDT, например, за суперликвидный, и получают токен. То есть фаундеры получают себе, допустим, за свои вновь созданные токены USDT. Потом, как я понимаю, они выдают вам эти USDT, либо выдают токены. И в одном из подкастов ты говоришь, что вы получаете с прибыли. Получается, что ты еще должен эти токены, которые они тебе выдали, дорого продать, потом дешево купить, потом опять дорого продать. Большим количеством сделок за счет своих алгоритмов, правильно я понимаю? Есть разные стратегии. Ты сейчас говоришь про стратегию работы на net profit, так называемый. В наших контрактах с клиентами, с фаундерами проектов есть два типа прибыли. С так называемого кэш-аут, или с продажи токенов по приемлемым ценам. То есть когда фаундер ставит задачу, мне нужно продать токенов на миллион долларов, чтобы оплатить листник на Binance. И мы должны в каком-то диапазоне продать эти токены, не убив рынок, плавно разгрузить позицию. Вот с такой продажи токенов на миллион долларов мы берем 2%. Ну или неважно, насколько мы продадим, просто конвертация токенов в ликвидный актив, в доллар или в эфириум, мы берем 2%. С стратегиями, когда мы работаем на чистую прибыль, например, 3 месяца у проекта нет особо новостей, но и негатива нет. Просто в боковике отторговываем. И мы дезагенерировали проект, то есть купили пониже, продали повыше, опять пониже, повыше, и в таком боковичке работаем. С такой прибыли мы берем 20%, потому что это добавочная стоимость. Не продавая токены, добавляем на аккаунт нашего клиента USDT, Tether. Это чистая прибыль, net profit. С такой прибыли мы берем 20%. Смотри, получается, фаундеры криптопроектов хотят не только зарабатывать с прибыли продукта, ну то есть, что они запустили какой-то продукт, который приносит прибыль. Условно, криптобанк запустили какой-то, который несет депозит, они зарабатывают. Но и хотят спекулировать на своем токене. Правильно я понимаю? Отправляя его в стакан, навариваясь на нем. Чистая прибыль, которую мы генерируем, она скорее не из спекуляции происходит, а из того, что наша задача постоянно держать ликвидность в стакане. Ну а у людей меняется часто точка зрения. То они хотят купить, то хотят продать, потом опять купить, потом опять продать. И за счет того, что мы просто всегда даем возможность купить и продать, мы генерируем эту чистую прибыль. То, о чем ты говоришь, фаундер, навариться на своем токене, условно можно назвать, сманипулировав рынком. Тут мы слабый помощник, потому что, во-первых, это немножко грязный бизнес, во-вторых, это некоторый миф, что маркет-мейкер может прям подвинуть рынок куда захочет. На каком-то локальном промежутке – да, 100%. Сделать рынок более растущим или более падающим – да, но против тренда пойти, например, точно нет. То есть развернуть вы не сможете, да? Нет, ну то есть если все хотят продать, вот все хотят продать, то что бы мы ни делали – нет, мы не сможем повлиять на то, чтобы они передумали. Да, понял, понял. Почему я спрашиваю, что это же игра с нулевой суммой. Представим, что фаундеры хотят манипулировать курсом, покупают с рынка дешево, потом пампят курс и продают ритейлу задорого. Потенциально они же могут прийти к тебе и сказать, Леша, давай, у тебя крутые алгоритмы, мы pump and dump тут начнем устраивать. А на разницу они будут жить. Такая же ситуация теоретически возможна. Теоретически возможно, но на практике гарантировать экзекьюшн такой никто не сможет. Почему? Потому что вот когда говорят, давай сделаем pump and dump. Pump and dump звучит круто на картинке, когда ты смотришь на график и видишь, о, pump and dump. Но основной риск для фаундеров заключается в том, что они запампят, и ровно в тот момент, когда они перестарут тратить деньги на рост цены, больше никто не купит. И вот гарантировать им, что после того, как они запампят, кто-то еще придет и купит это, никто не сможет. Ну, год бит точно не будет. Ага, понял. Вот это интересная штука, о которой я даже не думал. То есть не всегда можно обратиться к такому парню, как ты, вообще там не париться о продукте, и просто брить всех вот так вот, раскачивая курс. Оказывается, можно попасть в свою ловушку. Конечно. То есть можешь просто стать своей же последней покупкой, самый пик рынка покажешь, и больше никто не купит твой токен. И часто так бывает. Самая большая проблема, на самом деле, это не фаундеры, которые там жадные, да, или у которых токен падает. Самая большая проблема для нас, как для сервис-провайдера, это фаундеры, которые ловят FOMO, Fear of Missing Out, или страх упущенной выгоды, по своему собственному токену. Вот это просто кошмар, сущий кошмар с такими работать. Потому что они считают, что их актив едет на триллион, миллиард долларов в Market Cup. Говорят, все, на все покупай деньги, мы им объясняем. Ну, мы до этого полгода продавали токены, у нас там средняя цена продажи доллар, сейчас цена токена уже 2, вы хотите, чтобы мы сейчас потратили все деньги, которые мы до этого сгенерировали, по 2 доллара, по 3, по 4 на откуп, мы зафиксируем огромный net loss, чистую, 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 если мы так сделаем. Это абсолютно не имеет никакого смысла, но фаундерам абсолютно пофиг, они говорят, нет, все, вваливаем все в покупку и пампим. И потом как раз таки и получается, что после того, как мы последний ордер на покупку сделали, токен идет вниз, и фаундер остается с тем, что у него куплен его собственный токен по большим ценам, и потом он откатывается, потому что никто больше не хочет его покупать. И он летит вниз, и просто фаундер с фантиками остается своими, получается. Ну, тут такое слово, фантики не самое лучшее. Согласен, да. Потому что это же не когда у тебя был доллар, а стало 1 цент, тогда фантики. Это может было 2 доллара. Мы больше всего ценим и любим тех фаундеров, которые ценят свой токен. Это такой для нас сигнал всегда. Когда мы закрываем сделки, мы всегда предлагаем, вы можете нам за наш сервис оплатить в токенах. Это такая, на самом деле, даже иногда проверка с нашей стороны. Потому что когда фаундер говорит, нет, 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 токены я себе оставлю, я вам в долларах заплачу, все нормально. Для нас это большой сигнал, что фаундер ценит свои токены, не разбрасывается ими. Это значит, что он долгосрочно верит, что он сможет достигнуть большой капы. Он без иллюзий сейчас прям покупаем и пампим, пампим, пампим. Но он долгосрочно ценит и понимает, что его токен сейчас недооценен 100 иксов, но недооценен не потому, что люди долбоебы, а потому что он продукт недоделал, например. Или потому что рынок еще продукт не полил. Но для нас это хороший сигнал всегда, что с таким работать можно в долгосрочек. Когда отдает токенами, заберите, я лучше у себя оставлю стейбл, тогда понятно, что, скорее всего, это долго не проживет просто. Тут тоже, вот опять же, это все такие намеки, тенденции в общении. Не правило, да. Вдруг какая ситуация есть у фаундера и прочее. То есть вы помогаете управлять ценой токена, и когда фаундеры хотят заработать с этого токена, надеемся, что все этично, классно, и вы получаете процент от этой прибыли. Из-за того, что вы своими сложными алгоритмами все это оркестрируете, все эти покупки-продажи. Либо если, например, токен начинает куда-то падать вниз, фаундер же мог вам сказать, поддержите, чтобы он не летел вниз. Какие-то такие еще истории. Конечно. Мы, по сути, являемся внутренней командой трейдинга проекта. Во, круто ты сказал. Так понятно. То есть фаундер нанимает нас, чтобы мы стали его командой, потому что мы понимаем, что задача фаундера — билдить продукт, работать над тем, чтобы привлекать пользователей. А наша задача, как Goodbit, в том, чтобы фаундеру хватило денег до того момента, как его продукт поймает Product Market Fit. То есть до того момента, как его продукт станет востребованным, токен действительно будет нужен людям не как спекуляция, а как доступ к его продукту. Наша задача, чтобы у него до этого момента денег хватило. Прикольно. Вот теперь стало намного понятнее. Кто вы такие, маркетмейкеры? Не все маркетмейкеры так работают, я тебе скажу честно. Есть две принципиально разных модели. Есть маркетмейкеры, которые работают на себя. Это, как правило, те, кто в тир-1 маркете работают. На рынке вот где Solana, Arbitrum, Ethereum, вот этом рынке. Они работают на себя. Да, то есть они... Они, кстати, меньше нас часто по размеру. То есть именно по средствам под управлением. Но они заключают сделку с командами этих тир-1 проектов. И, по сути, они получают токены проекта, ну, покупают токены проекта с несколько сложным сетапом сделки. Там, может называться, call-опцион, OTC ежедневный. Много сложных слов. По сути, что происходит? Они покупают у команды проекта токены под обязательство, что они будут обеспечивать ликвидность с некоторой скидкой. И потом эти токены продают в рынок. Они могут, как маркетмейкеры, сами этот токен запампить, сами слить, что хотят. Но главное отличие от нашей модели, что они не работают вместе с проектом. Они провели сделку, получили токены, и дальше они работают на себя. То есть они занимаются максимизацией собственной прибыли на токены, которые они получили от проекта. И вот в этом-то и различие между Godbit, и почему мы в ТЕС-2 сфокусированы, и такими маркетмейкерами. Вот подобные маркетмейкеры, они называются call-опционного. Call-опцион маркетмейкера. Они очень плохо работают в ТЕС-2 рынке. Потому что в ТЕС-2 рынке, когда маркетмейкер работает против фаундера, ну, а по сути он против работает, как правило, проект умирает. Потому что рынки очень тонкие, ликвидности мало, объема мало. Очень важно, чтобы твоя трейдинг-команда была синхронизирована с маркетингом проекта, с продуктовыми апдейтами проекта, с тем, что происходит вообще в жизни, и в том или ином сегменте рынка проекта. Вот если вы синхронизированы, то в таком случае все едет хорошо. А как раз-таки call-опционные маркетмейкеры просто получили токены и торгуют для себя, и часто против фаундеров. И это приводит к рассинхронизации, и это приводит к тому, что проект просто умирает. Ну, понятно, они выкачивают волнами вверх-вниз людей, которые хотят либо покупать, либо продавать, зарабатывать себе прибыль, но от этого волатильность на проект как бы смущает ритейл-инвесторов, когда такая идет история. Просто, понимаешь, когда мы работаем с фаундерами напрямую, наша цель – это долгосрочный успех проекта такая же, как у фаундера. Часто фаундеры готовы некоторый убыток понести сейчас, чтобы в будущем много выиграть вместе с нами. То есть они говорят, давайте мы всадим деньги, давайте мы откупим, давайте мы выделим еще деньги на откуп, например, или на поддержку какого-то тренда, чтобы выиграть долгосрок. А когда у тебя маркетмейкер просто получил твои токены и торгует для себя, ему вообще пофиг на твой долгосрок. Абсолютно. Нужна разница между покупкой и продажей. Все, конец. Сделали бабки, пошли дальше. Конечно, да. И они, по сути, ну, вампирами становятся. Ничего плохого про эту бизнес-модель не могу сказать. Это бизнес. Тут надо четко понимать. Это их бизнес. Но в этом и как раз-таки наше преимущество, что почему мой Тир-2 рынок лидеры. Потому что мы как раз очень хорошо понимаем боли и потребности наших клиентов, фаундеров этих проектов. Прикольно. И мы их закрываем. Прикольно. Вот. Это то, что сделало Godbit лидером этого рынка. То есть ваша задача, наоборот, поддерживать проект, чтобы его не размотало, чтобы он там не укатался. А в отличие от вот тех ребят, потому что, ну, ритейл-инвесторы называют, то есть злой маркетмейкер меня там выжил, потерял там все, да. То есть как раз про тех чуваков, которые торгуют обычно против проекта. Мне всегда было интересно, как это так. Вроде, да, должны за, ну, как бы, маркетмейкер поддерживать проект, чтобы он волонтером жил, да. А иногда, как бы, наоборот, ты видишь, что они там выжимают. Оказывается, это два разных типа маркетмейкера. Интересно. Прикольно. Я даже не знал, что они разные есть. Ты смотрел подкасты твои. Мне очень нравилось, что ты говоришь, твоя позиция. И как вообще ты подошел, а как смог взлететь. Первое, что я хотел у тебя спросить, какой самый главный скилл помог тебе запустить Гудбит и вот, ну, сделать его машиной такой. Уже корпорацией фактически. Да, в рамках крипты точно. Потому что крипте принято маленькие команды очень для проектов собирать. Даже часто миллиардные компании имеют 20-30-40 человек крипте. Я думаю, что мой главный скилл это продажи. Продажи широкое понятие. Возможность как непосредственно сделку закрыть, что-то продать. Так и привлечение инвестиций. Так и продать возможность работы в Гудбит, вот чем я сейчас непосредственно занимаюсь на твою аудиторию. Так и продать то, чтобы люди на мой телеграм-канал подписались. Широкое понятие продаж как инструмента работы с другими людьми. Наверное, какие-то лидерские качества. Это, я думаю, ключевой скилл. Коммуникации, навык продаж. Я тоже так считаю, потому что я свою компанию тоже через продажи построил. Всегда просто наглую вперед продавал, шел, делал сделки. Это работало. Даже если ты не всегда уверен в продукте, походу сделаешь. Тут с тобой согласен. Понравилось? Вот ты в своих подкастах много говоришь про навык обучения. Я тут с тобой согласен, что когда ты заканчиваешь любой технический универ, это вкачивает навык впитывания любой инфы просто на 100 из 10. Я обычно, правда, разделяю два навыка. Это дата-майнинг, возможность быстро переварить большой объем информации. И проблем-солвинг. Возможность быстро покрутить десятки, сотни вариантов решения задач и нащупать подходящие. Я считаю, что это одни из самых важных скиллов для предпринимателя. Как вкачивать эти навыки, если ты не поступил на мехмат МГУ? Это, наверное, больше генетическая способность. Проблема предпринимателей даже не в том, как ты сказал, дата-майнинг и проблем-солвинг, а еще же проблема в том, что вокруг очень много источников этой информации. Надо вектор выбрать, надо понять, а что мне дата-майнить, а что мне проблем-солвить. Есть много проблем, с чего начать, с HR, или с продаж, или с системы, или с продукта, с чего, куда двигаться. Главная проблема, мне кажется, это самому себе построить родмэп, самому себе построить какой-то вектор, по которому ты будешь идти. Очень мало кто может, особенно в долгосрок, так двигаться. Это кажется со стороны в Инстаграме, когда люди на часах на самолетах летают и на Ламборгини ездят, что все так легко. Очень сложно видение построить, сформировать, не ошибиться, не поймать ложное видение. И если даже ты ошибся, поменять его на более правильное. Потому что в предпринимателе нет никого, кто ему ставит задачи сверху. И это, с одной стороны, большой плюс, но, с другой стороны, это и проблема. Это и проблема, почему люди в потолок упираются, перестают расти. Это и проблема, почему многие, мне кажется, просто выгорают и теряют бизнесы. Ну, что видение заканчивается. Вот ты видел, что дойдешь до трех миллионов, до пяти миллионов дойдешь, до десяти. А дальше непонятно. Много моих знакомых, приятелей, к сожалению, доходят и останавливаются, или доходят и сваливаются. Я знаю много очень тех, кто делал бизнес, и в итоге супер счастлив сейчас в найме. Тоже знаю таких ребят. Слава богу, мне ставят задачи, у меня есть KPI, я его перевыполняю, я получаю супер большие бонусы, я кайфую вообще. Ну, это, наверное, просто другой майндсет, просто предпринимательство не подошло. Насколько я читал статистику, трех процентов людей только могут быть предпринимателями, потому что это еще особенное отношение к риску, толерантность к риску, поэтому это далеко не для всех. Извините, я тебя перебью. Меня это как раз-таки очень раздражает. Это вся сейчас движуха в СНГ с школами, обучением и так далее прям очень расстраивает, потому что я-то понимаю, что они просто перемалывают людей 3, 6, 10 процентов, но очевидно, что не 100 процентов. Очевидно, что меньше 100 процентов людей предприниматели, ну, вообще будут предпринимателями, иначе мир сломается, если будет по-другому. При этом я понимаю, что бизнес этих школ, всяких курсов, инфо-цеган и так далее, на том, чтобы, ну, лить трафик с хорошей ценой льда, привлечения человека в эту систему. Ну, и вообще похеру. Человек там способен делать бизнес, не способен. У них задача масштабировать на дешевый трафт в своем бизнес-моделе. Абсолютно. Это то же самое, если бы я ходил и говорил вот сейчас на твою аудиторию, ребята, давайте так, каждый сейчас с годбитом запускает проект, вот 5000 рублей пересылайте, и мы с вами запустим токен, зная на 100 процентов априори, что они зафейлятся. Вот это то же самое было бы. Ну, стопудово, это инфобиз, просто они берут тех людей, которые просто, ну, не способны делать бизнес, им это не нужно, но им продают красивую картинку, что у тебя будет ламборгини красивая девушка, красивая жена в красивой одежде, ты будешь жить в красивом доме. Сколько людей сгорают и ломаются в первый год, потому что это, ну, титанические нагрузки на психику. Ты делаешь бизнес, я делаю бизнес. Там, work-life balance, давайте потом, через пару лет, там, условно, пять лет, потом через 15 лет. Тут с тобой стопудово согласен. Но хочу вернуться, знаешь, к какому еще вопросу, когда вот мы про data mining и problem solving говорили? Это все-таки врожденное качество, либо это можно развивать как-то? Вот искать этот road map и решать проблемы по ходу быстро? Наверное, это можно развивать и нужно развивать. Окружение очень помогает это развивать. Вопрос как? Ну, наверное, что-то врожденное должно быть точно. То есть, грубо говоря, ты на эту траекторию даже не встанешь, если у тебя нету, ну, врожденного понимания, как с этим решать. То есть, любой бизнес, мне кажется, он начинается все-таки с какой-то темки. Темка может быть разного уровня. Темка может быть, что вы с одногруппниками в Стэнфорде собрались стартап запилить в AI на миллиард долларов. Это тоже темка. Не надо иметь иллюзий, что какие-то бизнесы не как тема начинаются. Практически все начинаются как тема. Просто иногда, там, людям по 40 лет, у них уже опыт 20 лет в какой-то нише, и они говорят более сложными словами. Но любой бизнес на старте выглядит как там сели, на салфетки расписали, вот здесь интересы, вот здесь проблема, которую решаем, вот здесь выручка, вот здесь продажи, все, окей. Разделили обязанности, поехали. Просто терминологии, сложности того, какие люди, проблемы будут решать. Ну да, мы про это еще поговорим про темки. У меня есть ряд вопросов для тебя про темки. Да, мне кажется, что если человек не способен вот в таком формате мыслить, я беру какой-то риск, я сейчас им продам, у меня еще пока нет продукта, но я продам им и за неделю запилю продукт, он на эту дорогу даже не встанет. Я бы, знаешь, как резюмировал, должна быть определенная живость ума, ну и шило в жопе. Вот такие два критерия. Иначе зачем тебе это? Ты правильно сказал, ты на эту дорогу просто не встанешь, ты даже не осознаешь, что ты можешь учиться быстро обрабатывать информацию, либо быстрее, качественнее, эффективнее принимать решения. Тебе это просто не нужно будет. Согласен, принято. Знаешь, что еще интересно? Мало кто это обсуждает, сейчас немножко начали. Важен ли случай или удача в бизнесе? Либо упорство и труд все перетрут, как говорили раньше, мне кажется. Я раньше больше говорил слово удача, сейчас склоняюсь к понятию тайминга. Важен тайминг. И, конечно, титанический труд тоже очень важен, но тайминг всегда важнее. То есть титаническим трудом без тайминга просто потеряешь время. Что я имею в виду под таймингом? Стечение обстоятельств в экономике, в конкретной географии или в конкретной ниши, где ты находишься, и твои действия, наложенные на это. Ну даже вот на примере Godbit, то, что мы зашли в эту индустрию и в семнадцатом году с тем стилем, как мы это сделали, в том возрасте, в котором мы были, с теми скиллами, которые у нас были благодаря олимпиадам, школам хорошим и мехмату. Все то же самое сейчас не сработает. Оно просто не сработает. Время ушло. Время ушло, возможности ушли, геополитическая ситуация другая. Я бы в семнадцать лет, если бы был сейчас, я бы с кухни Измайлова никогда в жизни не продал бы никому за пределами России, никакой маркетмейкинг, никогда просто. Это было бы невозможно. Это главное, мне кажется, тайминг. То есть можно назвать это удачей, на самом деле тайминг. Есть люди, которые этот тайминг из понятия удачи в понятие экспертиза превратили. И эти люди называются венчурные инвесторы. На мой взгляд, венчурные инвесторы, профессиональные венчурные инвесторы, очень хорошо, очень много денег вкладывают в ресерч таймингов и понимают, какая ниша следующая будет стрелять. То есть те венчурные инвесторы, которые последние 4 года вкладывали не в крипту, а в AI, сейчас сидят на тысячах иксах, на сотнях иксах, причем не в токенах, а в эквити, в крутых компаниях с хорошей прибылью, в AI. Вот они видели этот тайминг заранее и вложили деньги в сотни компаний. Дальше уже идет удача самих компаний, которые венчурные инвесторы не могут приискать. Они не могут приискать, кто выплывет. 10 из них выплыло, одна стала триллионами. Ну, станет, да, скорее всего. Вот это их стратегия. Тайминг самое важное, а тяжелый труд как условия бизнеса. То есть вот есть два условия бизнеса. Тяжелый труд и выручка. Это не цель, это не смысл. Это просто условие, без него не работает. Хотя многие, опять же, говорят в Рилсах, что там надо баланс, надо, чтобы в удовольствие было легкие деньги. Нет, нет, деньги в легкости. Вот теперь вот новая тема. Деньги в легкость. Блядь. Идите вы в жопу с своими деньгами в легкости. Так не бывает. Я бы все-таки здесь разделил как бы удачу и вот правильный тайминг. Потому что все равно я считаю, что успех в бизнесе это все-таки череда успешных событий. Знакомься с партнером, там, залетный клиент, что-то еще. Вот на конфеты познакомился с чуваком. Потом я знаю, что Сизи, там, вам помог, там тоже с кем-то познакомил. Вот. То есть все равно это череда как бы успешных событий, удача, она как-то влияет. На каком-то из подкастов ты даже говоришь, надо проканчивать карму. Удача к тебе приходила. Да, было такое. Кроме кармы, что ты еще работаешь, чтобы тебе больше безлога. Ну, надо быть очень открытым к возможностям. Есть такое понятие дизраптинг. Я не знаю, как на русский правильно. Ну, типа разрывающий. Да, то есть, условно говоря, ты должен разрывать шаблоны. Вот что мы сделали в декабре 23-го года? Мы разорвали шаблон на тему того, что институциональный маркетмейкер может прийти в нишу мем-токенов. Мы просто его разорвали. До этого там было табу. То есть считалось, что маркетмейкеры могут работать только с серьезными проектами, с серьезными токенами. Мы сказали, да нам вообще поебать на это все. До свидания. И пришли в нишу мем-токенов. И просто взорвали ее. Залистили два мем-токена на Binance. Сделали миллиардную капитализацию проектов. Проекты после этого по сути перешли из состояния мем-токен в состояние utility-токен. То есть токен с продуктом. У них появились продукты у обоих. Как бы и проекты серьезные. То есть это уже миллиардные компании. Ну, с миллиардными оценками. Мы просто взорвали нишу и задезраптили. И теперь любой фаундер мем-токена плюс-минус, который какой-то успех поймал, у него не стоит вопрос, с кем работать. То есть он, в принципе, не задает себе этот вопрос. Он знает, с кем надо работать. Не мы приходим к ним, а они приходят к нам и ждут, что мы начнем с ними работать. Вот это называется дезрафтинг. И вот это надо качать. Надо быть открытым к возможностям. А если ты видишь возможность, не думать там зашорена. Так, не, ну мы же там серьезная компания, мы маркет-мейкеры, мы не можем в этот ниш пойти. Пытаться чуть-чуть предвидеть и где-то, может быть, рисковать и быть готовым к тому, чтобы поменять правила игры. Потому что, по сути, тот, кто поменяет правила игры, первый, он и лидером становится. Вот так у нас произошло, как это в нашем сегменте. Мы просто взяли и поменяли правила игры, и теперь все остальные пытаются нас догнать, но трендсеттер, он один. И это год бит. Прикольно. Прикольный подход вообще, да. Кстати, когда будет третий у вас мем-токен, вот вы будете маркет-мейкером, как бы надо где-то, чтобы мне какое-то уведомление пришло. Я буду знать, что покупать. Оно с Binance придет. Хорошо. Но мне бы раньше знать, конечно. Знал бы раньше. Ну, вы большая компания, большая корпорация. Пример крутой. Если нас смотрят ребята поменьше, там, без такого количества капитала, наверное, для них эти возможности называются темки. Ну, сейчас так, наверное, модно это называть. Ты тоже говорил в подкастах, что экономика несовершенна, системы неоптимальны, и в них постоянно появляются дырки. И если ты находишь эту дырку, эксплуатируешь ее, я говорю, ну, в позитивном смысле, мы не говорим взломать что-то там, да, там, хакнуть какую-нибудь биржу. Эксплуатируешь ее и успеваешь масштабировать, пока она не закрылась. Вот это и есть темка, да. А как поставить вот на поток поиск таких дырок? Наверное, в любой нише, да. Наверное, есть строительство. Наверное, есть маркетинг, да, тоже, когда там какая-то дырка в Фейсбуке, может трафик дешево покупать. Какой инструментарий, не знаю, майндсет использовать, чтобы подмечать вот эти темки и вовремя, пока, ну, она не стала массовой, когда, знаешь, про какую-то темку говорят, понятно, она выжатая тебе инфо-цыгане только про это уже расскажут. А мне кажется, у меня тут немножко другое мнение. Мне кажется, что если ты поймал одну темку, то ты должен ее уже масштабировать и превращать в бизнес. Мне кажется, очень сложно прыгать с темки на темку все-таки. Все-таки ты не можешь быть экспертом во всех сразу нишах. Есть такие темки, которые там для всех очевидны, ну, условно, перепродажи кроссовок. В какой-то момент ей пол Москвы занималась там в возрасте старшей школы и студенчества. Ну, реально. Я тоже занимался тем, и я занималась тем, что там стояли в очередях. Это была понятная поверхностная темка, там, 5-10 тысяч, 15 тысяч рублей залутать. Очень понятно для всех, да? Тут не надо быть экспертом. Но очень мало кто смог это масштабировать в то, что сейчас превратилось в Никиту Ефремова или Sortage, или какие-то еще большие магазины с бутиками в Дубае, в центре Москвы, в Питере и так далее. Мало кто смог. Очень сложно находить много темок, но несколько ты точно найдешь в своей нише, там, где ты шаришь, там, где ты занимаешься, ты эксперт, ну, и ты, если уж ее нашел, надо ее эксплуатировать так, чтобы превратить в бизнес. Масштабироваться, занять нишу и уже после этого растить саму нишу. Да, идея здравая, хорошая, но подход крутой, да. Я единственное, почему я тебе сказал, что постоянно ресерч эти искают, да, потому что не каждая темка, это же дырка в системе, обычно кто-то есть, какой-то гейткипер, который обычно эти дырки закрывает регулятор, либо кто-то еще, да, либо игроки огромные с рынка, и не всегда она живет долго, и ты не всегда заранее знаешь, что можно ли это масштабировать в бизнес. Не всегда это получится, да, поэтому я тебя спросил, как искать, если ты пытался, чтобы это стало чем-то большим, ну, как вот в годбите вы нашли, ну, как бы нашли историю, да, и масштабировали, и оказался рынок открыт, и он оказался большой, а в некоторых штуках бывает регулятор приходит, там, не знаю, фейсбук какой-нибудь, и говорит, все, так трафик нельзя покупать, хотя ты там, только уже команду нанял, у меня был такой кейс, я нашел, как лить рекламу, минус 40% скидка была, представляешь? крутая тоже дезераптивная тема, ты можешь, даже если у тебя, там, не знаю, глупые маркетологи, вот такие кнопки, которые нажимают, ты все равно будешь впереди планеты всей, но пришел регулятор, в результате сказал, Олег, нам не нравится, что ты так делаешь, это плохо, закрывай свою лавочку. Да, ну тут понятно, что бывает разное, мне кажется, разного уровня боли, и разного уровня контроль у регуляторов, я думаю, что работа внутри маркетплейсов, в широком смысле, да, фейсбук, что можно назвать маркетплейсов рекламы, да, или там маркетплейс типа Amazon, Wildberries и так далее, это всегда игра с очень большим риском регуляторным, ты зависишь очень сильно от площадки, на которой ты работаешь, она может в любой момент тебя зарубить, мне кажется, тут вариант, самый главный, как можно экспертизу превратить в большие деньги, если ты в этой сфере эксперт, это пилить продукт, который в итоге площадка купит, это главный, ну, купит, в смысле, как компанию, то есть вот если ты там шаришь в маркетинге, то ты пилишь какое-то решение, или какую-то компанию, может, ты берешь, которую фейсбук рано или поздно купит, это, наверное, главный способ, как свою экспертизу на рынке с большим доминантным маркетплейсом можно превратить в большие деньги, ну, например, на Wildberries, да, можно построить свою сеть фулфилментов, которые сортируют, и потом им продать, несколько знаю из СНГ предпринимателей, которые продали компанию фейсбуку, да, AdNinzia, по-моему, были такие, они делали бидинг, управление ставками, а потом это стало частью продукта, они поглотили просто, внедрили этот алгоритм внутрь фейса, я помню это, да, вот это вот главное, или эти ребята, которые продали маски инстаграма, маскарад, маскарад, по-моему, да, назывался, по-моему, из Минска ребята, вроде бы, да, ну, вот это пример, как можно свою экспертизу на рынке с доминантным игроком превратить в деньги, ты не станешь юникорном, это да, вряд ли станешь, но ты сможешь с хорошим кэшем выйти из игры, и у тебя останется время, чтобы построить еще один юникорн, если есть амбиции, конечно, в нашем случае тоже, как бы, один из вариантов развития событий, весьма вероятный, это что придут очень крупные игроки уровня, Goldman Sachs, Morgan Stanley в крипторынок, рано или поздно, пока они все еще плюются, но придут, купят, ну, потому что против них конкурировать будет невозможно, но они купят, потому что им будет дешевле купить тебя с твоей экспертизой, чем заново фармить это все, разрабатывать, да, крутая идея, крутая идея, не играй против монстра, продайся ему. надо просто четко тайминг поймать, в хороший тайминг продаться, мне кажется, это вот один из вариантов, но над тем, куда надо до этого момента довести, про кроссовки, если возвращать, можно было в свое время продать там ЦУМу магазин, спокойно, когда ЦУМ еще был большим, или там продать цветному магазин, то есть ты мог масштабировать свой ресел, до какого-то такого небольшого магазина, и продать потом лидеру рынка, да, и было возможно. Много сейчас форсят, начинай бизнес, будь предпринимателем, и многие молодые ребята начинают интересоваться, как придумать бизнес. И вопрос, это должно родиться органически, из какой-то боли, например, твоей, или можно просто сесть и придумать, как ты считаешь, придумать бизнес? Блуждаю пока, отвечая на этот вопрос, поэтому где-то я отвечал по одному, где-то по другому. Сейчас я опять склоняюсь к той точке зрения, что бизнес должен органически рождаться, именно должен, в смысле, что он может родиться неорганически, но мне кажется, что когда ты просто собрал умных людей в комнате, заперы, они придумали, как сделать какой-то бизнес маржинально 150%, то они не будут эмоционально вовлечены в него, так же сильно, как фаундеры, у которых это родилось из боли, которую они решали. По-любому согласен. С одной стороны, для меня вот контр-премьер, это вкусвилл, хотя он тоже из боли родился, но он же там, по сути, вкусвилл был придуман весьма неорганическим способом, весьма неорганическим, и сейчас там миллиардная компания, хоть у них IPO не получилось. Поэтому тут сложно сказать, но если мы говорим про ребят, которые начинают, у которых нет 10-летнего опыта в топ-менеджменте других больших компаний, а вот именно такие, которые в 25 лет стартуют, то точно только через эмоциональную боль, которую хочется решить. Хочется решать, у тебя это болит, и ты легко идешь это продавать. Чуваки, у меня болело, я решил, смотрите, какую штуку я придумал, и ты горишь, мне кажется, стопудово. Первый бизнес, мне кажется, особенно первый, мне кажется, должен быть построен органически. Давай знаешь, про что поговорим? Ну, ты как маркетмейкер, который видит возможности на рынке до того, как они появляются, я думаю, что у тебя есть там определенная этика, плюс какие-то NDA, соглашения, поэтому ты не можешь о многих вещах публично говорить, мы поговорим о концепциях. Кстати, есть вообще, что ты там, если ты маркетмейкер, у тебя там NDA жесткий, ты не можешь говорить, что там какая-то монета выходит? Я не могу раскрывать данные о листингах, проектов будущих, я не могу говорить о тех проектах, которых мы не анонсировали. То есть, у нас есть порядка 30% клиентов, которые работают с нами в так называемом стелс-режиме, то есть, нигде публично не упоминая об этом. Ну, я не знаю, но у нас клиентов очень много, то есть, я просто знаю те, которых нельзя упоминать, примерно почти всех, потому что они все почти очень крупные, они просят не упоминать по разным причинам, понятным и непонятным, но это очень важно, да. Вот смотрите, у нас есть монета, она завтра даст 5 сексов, всем советую купить. Окей. Ну, с моими токенами, может, иногда по приколу, но если мы говорим про серьезные проекты, ну да, тебе еще потом отвечать за ребят из ритейла, которые купят, там не успели продать. Давай поговорим про тренды, я там не фуллтайм работаю в крипте, это хобби, я чем-то занимаюсь, что-то покупаю иногда, да, то как бы рынок опять начинает оживать и возможно будет большой буллран, опять-таки дикие иксы, все будет расти, возможно. На грядущем буллране как заработать? Ремарка для ребят с небольшим капиталом до 100 тысяч долларов, потому что я думаю, что у нас не очень много миллиардеров смотрят сейчас на ютубе. Сейчас немножко поздно, если честно. То есть сейчас будет сложно, если ты не профессиональный игрок, заработать на таком рынке, потому что купить и держать просто уже недостаточно. Купить и держать было достаточно полгода назад, и у тебя бы было там 10 иксов, 15-20 иксов на те позиции, ну зависит от того, насколько ты консервативный, 5 иксов, если это был биткоин. Сейчас же, скорее всего, входя в рынок, если мы говорим про инвестиции, нет, про трейдинг, нужно быть готовым к серьезным просадкам, потому что рынок перегрет, откровенно, и он может корректироваться очень быстро, и можно будет посидеть в минус 50% и в минус 60% по позиции. При том, что это все равно начало буллрана, просто коррекция, тупо потому, что рынок очень перегрет. Из советов, вот как прям заработать сейчас, я, наверное, свой основной совет дам, это либо становиться более профессиональным игроком, то есть идти в обучение, и я не говорю какой-то курс купить, попробуйте Binance Академию, пройдите Binance Академию просто. Это не сочный курс от инфо-цыгана какого-то, который продает обучение, это скучный, реально скучный, может быть, даже тяжелый курс про то, что такое крипта, но это то, что вам нужно, если вы хотите здесь заработать. После этого, наверное, нужно выбрать одну из стратегий, по которым человек хочет двигаться. Я думаю, что после того, как ты посмотришь Binance Академию, всю, действительно, всю посмотришь, понятно, будет какая ниша тебе больше интересна. Это трейдинг блючипов, биткоин, эфириум, это поиск каких-то небольших монет на ранней стадии, это может быть мемтокены, это может быть NFT, которые сейчас начинают возвращаться в рынок, может быть, это участие в лаунчпадах, в паблик сейлах, ну, много, много вариантов есть. И вот главное, что я бы советовал сделать здесь, это сфокусироваться только на одном, вот только на одном варианте, потому что большие деньги теряются в крипте, когда человек такой, так, меня ликвиднуло на фьючах, я пойду занесу вот сюда в IDO, потом, а, тут я проебал, ладно, тогда NFT куплю, так, ага, тогда теперь мемтокен мне сказали взять, в итоге раз фокус, бардак, очень сложно менеджерить больше трех позиций, на самом деле, самостоятельно. Крипте же все быстро, тебе надо там, условно, если ты там спекулируешь, ты мне сидишь во фьючах, смотришь, что там, как график идет. Второе, что, это нужно сделать так, чтобы было отвратительно, скучно заниматься криптой, нужно стать задротом, неважно, вы там 30 минут тратите в день, час или 8 часов в день, это должен быть скучный процесс, что я имею в виду под скучным процессом, это значит, что у вас нет эмоций от того, что вау, я что-то купил, я что-то там залетел, инсайт, тут что-то сказали, я там-сям, это должен быть скучный процесс, где я работаю с анализом, с сухими данными, принятием решений, по форме. Хороший пример, это когда FTX взломали, мы сделали таблицу, ну и мы сделали такой индекс год бита, мы купили все 300 монет, которые на Binance были на тот момент, залищены, и расставили ордера еще чуть-чуть ниже, чтобы добрать. Твиттер это выложили официально, сказали, вот, смотрите, это наши там сделки по всем монетам, которые есть на Binance, можете, хотите, можете прям скопировать себе стратегию, если кому-то хочется, пожалуйста, мы не рекомендуем, но можете, если хотите. Но это было супер скучно, потому что, прикиньте, надо каждую монету проанализировать, ты просто сразу говоришь, я буду покупать каждую монету, как я ограничиваю риски, я на херовую монету даю мало капитала, там на какую-то полпроцента, на какую-то там одну десятую процента, на какие-то пять процентов мы давали капитала, вот, просто каждую монету надо посмотреть, понять, где тебе поставить ордера, занести это в систему, табличку затрекать, заполнить, таблицу, ну, 300 проектов, блин, это очень тяжело. И потом еще каждую неделю обновлять ее, вообще жесть, просто супер скучно. Что это за хрень? Как же это задолбало? Все эти графики там перед назами одинаковые. Но вот именно такой процесс там привел к тому, что сейчас на этот портфель прибыль 15 иксов. 15 иксов? Ну, да, средняя 15 иксов. Но это скучный процесс, никаких эмоций не было, было скучно, капец, и занудно. Вот это называется работа не эмоциональная, а профессиональная. Призываю всех стремиться к тому, чтобы вы работали в таком режиме крипте. Не важно, что это, опять же, очень должно быть скучно. Как только эмоции... Это в лудоманию превращается. Когда скучно, это не может быть лудоманией. Как будто ты в казик играешь, получается, если ты там покупаешь что-то на рандоме, чтобы это там даст икс. Представь, что сделал ставку не «Динамо Спартак», а, не знаю, «Аптос» против эфира, условно. Что вырастет? Это уже лудомания какая-то. Ну, в общем, мы против. Против такого и никому не рекомендуем. Советую сделать ваш процесс работы в крипте, инвестиции в крипту скучным, и скучно должно быть в первую очередь, вторую — экспертным. Супер, крутые советы. Ребятки, слушайте маркетмейкера и не лудите крипту. Знаешь, что еще я хочу у тебя спросить? Через тебя проходит куча проектов, которые вы берете на маркетмейкинг, ну, а кого-то и не берете. Еще больше, я думаю, да? Вот интересно, какие тренды будут в этом цикле? Ну, в этом был ран, да? Ну, вот, прошлый был ран, например, хайпанул NFT. Например, там, gamify сектор, да? Может быть, ты что-то видишь, что будет новое там? Как, не знаю, степан, помнишь, gamify, как просто там все эти фирмы делали, у всех студентов ходили с этим степаном, там, фармили, да, пока он не укатался. Ну, то есть, это gamify был, яркий NFT, супер хай был, там конференции, не знаю, сотни были. Что будет в этом? Может быть, уже что-то вырисовывается, что ты можешь подметить как тренд? Ну, очевидно, что сейчас главный тренд это мемтокены. То есть, для всех это очевидно. Мемтокены – это новое NFT, по сути. Та же самая аудитория, абсолютно. Очень хайп большой именно в Штатах по мемтокенам. 8 из 10 команд, которые запускают успешные мемтокены, ну, успешные, которые не закрываются в первый день, это американцы. Индустрия, походу, растет. Соответственно, вот это такой тренд, который вряд ли закончится в ближайшее время. Второй тренд, который сейчас явно уже происходит, но, может быть, будет еще, не знаю, когда выйдет наш подкаст, но на этой неделе будет конференция NVIDIA, AI-конференция, самая крутая в мире про искусственный интеллект. И это очень сильно драйвит AI-криптопроекты. Некоторые AI-криптопроекты уже под несколько миллиардов стоят капитализации. Такие, как BitTensor. Кстати, я в своем телеграм-канале про BitTensor писал, когда он стоил 100 миллионов. То есть, 30 сексов уже. Так что подписывайтесь. AI, это второй тренд, явный. И третий тренд, который пока еще не сильно происходит, но вот вчера как раз было обновление эфириума, это эфириум-экосистема. То есть, это не сама монета эфириум, хотя она тоже. Но это все, что вокруг эфириума. Это L2, это Layer Zero, это всякие старкнеты, это всякие мосты, это DeFi, большой, типа Uniswap 1-inch, Curve, MakerDAO. Это экосистема эфириума, потому что, видимо, крипта будет состоять, на следующем было ранее, из двух экосистем. Это экосистема эфириума и это Solana. Solana будет больше про мемтокены, NFT-шки, всякую хероту для ретейла. Эфириум будет больше для серьезных игроков, там, Perpetual Dex, фьючерсные, DeFi мощные, всякие серьезные, сложные проекты, продукты. То есть Solana будет жить, да? Solana создана для ретейла идеально сейчас. Новые пользователи сейчас, которые приходят в крипту, они приходят сразу в Solana, они не пользуются эфириумом. Из-за низких транзакций и очень удобного интерфейса, сравнение, у тебя есть позиция в мемтокене на эфириуме и в мемтокене на Солане. Вот, чтобы продать ее на эфириуме, допустим, 200 тысяч долларов, позиция, чтобы продать ее на эфириуме, только за газ, суммарно, на круг, плюс потратить, там баксов 500. Ну, если не одной транзой фликнешь там, а в несколько транзакций, перевести ее, потом частями продавать, за каждую транзакцию платить, потом этот эфириум вывести в USDT. Да, да. Ну, то есть это на круг 500 баксов будет. Охренеть. На Солане это доллар. Вот на все вместе, вот максимум доллар, а может быть и меньше. Они, кстати, исправили, что она падала, Solana, я помню, менты и NFT были, она просто падала. Да, да, сейчас она не падает практически. Ну, последний раз падала там несколько недель назад на два часа. Ну, для ритейла терпимо, короче. Это как бы норм, да? Ну, Solana для ритейла не чувствует крипту. У тебя там есть кошелек, классический какой-то газ, но все работает супербыстро и дешево очень. Это главный драйвер Solana. Слушай, а мемтокен, это как на том, ранее был ошибу? Какого-то утилити, может? Примерно то же самое. Примерно то же самое. Если тогда это был феномен, вокруг которого не было индустрии, но была ошиба, и там было еще 10, 15, ну, 50 монет вокруг нее, то сейчас на Solana запускается 200-300 мемтокенов в день. Может быть, даже 1000 в день. Вот такая ситуация сейчас. Как понять, какой полетит? Это суперсложная задача. Даже год бить не всегда понимает. Ну, ошибается. Интересно. Даже если маркетмейкер с таким объемом инфы не может определить. Короче, надо экспертно разбираться. Да в том-то и дело, что это просто вот, что людям понравится. Вот никто не знает, что людям зайдет. Это такой коллективный разум. Там сейчас нарисовали каких-то политиков типа в супер тупом стиле с башкой в виде картошки. Почему он стоит 50 миллионов долларов? Вот почему. Просто зафорсилось. Какие-то инфы перепостили, и оно полетело. Да нет. Инфы репостят кучу всего, что падает тоже. Да нет же. Ну, непонятно. Никто не знает эту формулу. Вот у нас есть токен, клиент. Пингвин. Стоит 100 миллионов. Вот два часа назад пробил 100 миллионов долларов в капитализацию. Вот почему какой-то пингвин стоит 100 миллионов? Нихера непонятно. Там люди есть, которые по 500 тысяч долларов заработали на трейдах на этой монете. И люди продолжают покупать. Вот почему так? Никто не может понять. Когда MemToken с нами начинает работать, у нас есть понимание, что он готов заплатить за листинги на централизованных биржах. И у него есть какой-то план ну на месяц хотя бы. Для MemToken месяц это нормальный такой горизонт планирования. Хороший, я бы сказал. Что он там не планирует завтра умереть из-за рак пулицы. Это для нас там зеленый флаг. Можно двигаться, зеленый свет какой-то. Но в целом зафорсится он и полетит ли он там в космос. Никто не знает. Вы не можете как бы это с точки зрения маркетмейкинга просто сделать это. Но вот у нас есть инкубационная программа для MemToken. И пока что вот мы взяли в нее только три проекта. Два месяца. Три проекта. И все три проекта суперуспешные. По 100x они дали, короче, с момента, как мы их взяли примерно. Не прям какие-то. Бывают MemToken на 1000x. Вот эти дали по 100x каждый. Вот с момента, как мы их анонсировали в нашей программе инкубационной. И это типа не памп на 100x и дамп на 99, а это в смысле такой плавный рост. Подписывайтесь на канал, где анонсируются в нем токены, которые маркетмейтит. Это в Твиттере, это не в канале. А, ну в Твиттер тоже. Представляете, какая ответственность? Ну, как бы вот мы пока в три из трех попали. Ну, то есть это суперсложная задача. Ну, это как бы тоже опять же. Вот теперь мы будем анонсировать четвертый, там, например, условно на следующей неделе. Ну, как бы очевидно для всех, как бы уже, для всех очевидно, что люди будут его покупать. ответственность в том, чтобы этот был тоже хороший проект, бешеная, ну, просто, ну... Слушай, ну, я сотру пыль со своего Твиттера в таком случае и специально подпишусь, пойду. Да, ну, годбит это Твиттер. Можно на мой Телеграм-канал подписаться. Мы там тоже стараемся СНГ комьюнити подкормить. Там многие люди очень большие деньги заработали. Те, кто шарит, как торговать на салане. Но я сразу скажу, если вот сейчас последние 10 минут вы слушаете, нихера не понятно, даже не пытайтесь разобраться. Начните с Binance Академии. Потому что сразу с нуля заходить в МИМ-токены точно не надо. Вот попробую объяснить. Обычная торговля на фондовом рынке это как ехать со скоростью 100 км в час. Потом вот крипта это Формула-1, а торговлями МИМ-токенами это полет в космос со скоростью. Ты на самолете тысячи км в час. Именно скорость, не уровень там проектов, а скорость. Скорость реакции должна быть бешеная. Можно за минуту заработать 10 тысяч долларов, но если ты через минуту не продашь, то ты потеряешь все деньги. Люди там говорят, МИМ-токен набираю с перспективой 2 года. 2 месяца максимум просто проживет там условно, да? Это просто дебилизм. Какая перспектива 2 года это МИМ-токен? Какие 2 года тебе надо? Если он сдал 10 текстов, тебе надо сразу доставать прибыль бегом вообще. Какие 2 года? Это что, больной? Да, согласен. Ну, вот в этом проблема. И если нету, то есть надо постепенно заходить. Но с другой стороны, очень много людей приходят сразу в МИМ-токены, потому что они каких-то инфлюенсеров смотрят в Инстаграме и так далее. Поэтому эта индустрия растет. То есть что сейчас происходит с криптоидом? Биткоин и Солана выросли, эфириум чуть-чуть вырос, биткоин там all-time high, Солана 150 долларов, это 25 иксов со дна дала. Интересно, что другие альты не сильно растут, а МИМ-коины стреляют на бешеной капитализации. Это показывает то, как вот этот булран изменился. Но он уже начался, да, получается? Это начало булрана? Он поменялся. Ну, конечно. Он уже начался. Окей, зафиксировали. Булран начался. Смотри, такой вопрос. Какие есть глобальные инфраструктурные риски в этом булране? Вот, например, в прошлом со скамелей CFTX Aluna и UST потерпели крах. Люди потеряли деньги. Что будет в этом? На что обратить внимание? Куда они нестили бы? Где лучше подстраховаться? В этом булране надо научиться торговать на дексах. Причем торговать не столько как минтокены, сколько полностью овладеть интерфейсом дексов. Научиться торговать на них блючипы, ну, то есть большие монеты. Научиться пользоваться фьючерсными дексами, где можно с плечом торговать. Научиться пользоваться вообще DeFi инфраструктурой. Это важно и с точки зрения регуляторных рисков, что просто будут аккаунты блокировать и блокировать, и блокировать и так далее. Ну, и с точки зрения взломов потенциальных новых бирж, что биржи будут ломать. Надо понимать, как устроен бизнес-бирж. Это такой надувной шарик. Он надувается на бычьем рынке, они нанимают огромное количество людей, и потом также резко сдувается на медвежьем. Некоторые биржи не успевают сдуться, и у них происходит банкран, и происходит банкротство. Вот, и лучше в этих биржах не сидеть в этот момент. То есть разбираться в децентрализованных биржах и лучше торговать там, потому что активы, по факту, принадлежат тебе? Да, да. Это, конечно, торговля. Лучше не полениться разобраться сейчас, чем потом плакать. А какие риски еще есть? Что еще может прийти нового? Какой-то потенциально черный лебедь, но с какой-то другой стороны, да. Ну, понятно, биржа заскамится, биржа заблочит тебя там за паспорт, за большие транзакции, что-то еще. Идем на DEX. Что еще может быть? Ну, какие-то обычные риски, связанные с тем, что вы кошелек не к тому сайту подключите, он всегда есть. Что-то просто метамаск подключите не к тому сайту, и вас все выведут. Академию я просто не хочу повторяться, реально, перед этим что-либо делать. Правительство будет мочить крипту, я не верю, если честно. Просто про это я слышу с первого дня моего в крипте 17-го года, что правительство будет мочить крипту. Китай замочил крипту, запретил майнинг. Ну, в целом. Упал там биткоин в два раза, потом опять вырос в два раза. Ну, то есть ты не веришь, что зарегулируют до такого, что убьют рынок, ликвидность идет? Да и правительство хотят налоги собирать. Они не хотят убивать рынок. Никто не хочет убивать рынок, которые несут бабки. Хотят налоги научиться собирать. И все, все. Это единственная вообще задача. В Америке брокерам разрешают продавать данные о трейдах ритейла хедж-фондам. То есть я как хедж-фонд в Америке могу пойти к тебе как к брокеру и сказать, пожалуйста, продай мне все данные твоих покупателей, чтобы я мог их фронтранить. И это законно. Правительство абсолютно насрать. Главное, что вот с этой сделки 10% башлянут налогом в бюджет. Ну, там 50%, не важно. Вот это как бы классно. По сути, весь бизнес Robinhood, который построил свой бренд на том, что они дают нулевые комиссии и все такие за ритейл, построен на том, что Robinhood продает данные трейдеров хедж-фондам. То есть я как хедж-фонд Godbit могу прийти к Robinhood и сказать, продай мне данные, и Robinhood отдаст мне информацию о сделках до того момента, как они будут исполнены. До того момента, как они будут исполнены. И это законно? Да, до того момента они будут исполнены. Это законно. Так что те люди, которые думают, что там вот крипта, манипуляции, сейчас всех посадят, сейчас там Сизи манипулировал всем крипторынком 4 года. Заплатил штраф 4 ярда и 18 месяцев там фейкового ареста получил в штатах и вынес 60 ярдов кэша. Нормально себя чувствует в целом, да? Ну, это там топ of the top of the top of the crime. То есть самый топ. На всех остальных так по херу. Давайте разделим. Мы говорим с одной стороны про бизнес-скрипты, а с другой стороны говорим про тех, кто делает там пирамиды, прям жесткие скамы, там просто воруют. Это уже киберпреступление полноценное, даже не мошенничество. Да, это преступление, да. Но если мы говорим вот когда там так, ну это там манипуляция или не манипуляция, это там полузакон, там серая и так далее. То есть крипта все еще дикий запад и еще есть место, где развернуться, если ты умный парень или девушка. Сто процентов, но с точки зрения бизнеса это все больше и больше красный океан, поэтому если вы хотите заходить, то удачи, приходите к нам, будете запускать монеты. Наверное, сейчас самый простой способ это запускать монеты. Хотите запускать монеты, приходите в Godbit. У нас есть и Godbit Labs, которая работает на ранних стадиях с проектами. есть команда Pre-TGE, которая работает как институциональные инвестбанки и готовит проекты к запуску токена последние три месяца. И, конечно, наша Market Making команда поможет вам заработать на вашем рынке и поддержать его, чтобы проект и продукт главное. Сколько стоит запустить монету? Какой капитал нужен? Ну, хотя бы 200-600 баксов. Окей. Ну, не так уж и много. Да, от входа до... Если есть разные пути, там, рейдит от инвесторов или как-то еще, но если у вас нет 200 потратить, то лучше не сила. Ну, и давай такой последний всех интересующий вопрос. Когда биткоин будет стоить 100 тысяч долларов, что говорит Market Maker? Так, а это там осталось 30% роста. Это, мне кажется, уже не вопрос. То есть, дойдет? Ну, как бы, мне кажется, когда он уже примерно 100 тысяч стоит, ну, там, 75 или 100, разницы особо нет, на самом деле. Это там, когда он стоил 15, было интересно всем, а сейчас, ну, мы считаем уже 100 тысяч стоит. И до скольких он может дойти в этом был ранее? Ваши прогнозы, у нас нет прогноза по биткоину, опять же, потому что мы в те два рынка работаем, но это сотни тысяч долларов за биткоин, это интересно для того, чтобы продавать нашу позицию. То есть, мы будем продавать биткоин на 200-300 тысяч долларов за монету. И, возможно, в этом был ранее даже. Я тебе просто говорю, что где мы будем продавать, вот, а возможно это или нет, это уже никто не знает. Окей. До этого мы не будем продавать. Ну, то, что вы верите, что это будут сотни тысяч долларов, это интересно. Слушай, очень интересная беседа, интересно было поговорить с человеком, который двигает график, Который ты видишь в терминале Понимает, как он идет Может на него влиять на многих монетах Спасибо за крутую инфу Надеюсь, нашим зрителям тоже было интересно Я думаю, через какое-то время еще раз Увидимся на подкасте У меня осталось много незаданных вопросов Тебе лично, как к предпринимателю Так и про крипту Спасибо, спасибо, Олег Спасибо зрителям, спасибо всем, что следили За нашим подкастом Пожалуйста, подписывайтесь на мой телеграм-канал И если Олег разрешит Ставим где-то тут ссылку на работу в нашей компании Всем удачи и всем профиту Пока-пока Все, всем пока